Привет! Давайте сегодня поговорим на тему, что должен знать и уметь джуниор-девелопер. Я постараюсь говорить общо, в том плане, что не применительно к веб-разработке или к какой-то другой разработке, потому что, в принципе, я думаю, принцип один и тот же везде. Давайте сперва поговорим вот о чем. Если ты джуниор-девелопер, откуда ты вышел на рынок? То есть ты можешь выйти либо с университета, либо ты самоучка, что-то где-то изучил, либо ты прошел один из тех буткемпов, то есть программ переквалификации, так скажем, и получил какие-то знания в программировании, в каких-то инструментариях программирования первичных. Вот, то есть исходя из этого, если ты джуниор, ты должен знать как минимум язык, на котором ты собираешься писать или что-то близкое к этому языку, да, то есть или среду, в которой ты будешь писать. То есть если ты идешь на бэкэнд в веб-разработку, то есть ты должен знать, как это вообще там происходит, да, как вообще идут запросы, ответы, где там это все обрабатывается, где хранится, как это все получить. Если ты идешь программировать микроконтроллеры, ты должен вообще иметь представление о том, какие ограничения у этого существуют, какие языки применяются, какие инструментарии, как это все отлаживается и тому подобное. Ну, я думаю, вы поняли, да, примерно. Вот, то есть нужно знать как минимум один язык применительно к этой сфере программирования. То есть если мы говорим про фронт-энд, пусть будет это JavaScript, вы должны уметь писать на этом языке какие-то простые программы и простые, возможно, законченные приложения, уметь разбирать чужие программы и знать, где вообще смотреть, если у вас возникли какие-то вопросы и вы чего-то не понимаете. Понятное дело, что нужно быть в курсе всех новых технологий, ну, не всех новых технологий, но держать руку на пульсе того, что происходит в комьюнити вокруг этой сферы деятельности. Возможно, что-то пробовать, возможно, иметь какой-то маленький проект, где вы попробовали какую-то новую клевую технологию, которая вот-вот вышла. И, возможно, вы каким-то образом документируете свой опыт. Может быть, у вас есть Twitter или блог, в котором вы пишете свой опыт на вашем процессе обучения. Потому что, запомните, всегда есть кто-то, кто на шаг позади вас, кому это может быть интересно. Понятное дело, что желательно быть хотя бы знакомыми с тем, как программное обеспечение разрабатывается. Разрабатывается это, то есть, хотя бы прочитать, что такое agile методология разработки. Понятное дело, что, скорее всего, у вас нет прямого опыта, если вы идете на первую работу. Но, возможно, у вас есть хотя бы какое-то представление, когда вам говорят, что daily у нас в 10 утра, и вы понимаете, что такое daily. Самое важное, когда вы приходите на интервью и вы джуниор, это ваша уверенность и ваша заинтересованность, и ваше желание учиться, расти дальше, и ваше понимание, что вы джуниор. Когда я собеседую людей на позицию джуниору девелопер, я смотрю всегда, ну, понятное дело, какой код они написали. Я смотрю на стилистику этого кода, то есть, насколько он выдержан в стиле написания, то есть, насколько он консистентно написан. Я не очень смотрю на глубину каких-то познаний, мелочей, потому что это все приходит с опытом. Я смотрю на такие как бы хрестоматийные баги, если там есть какие-то вот прям вот хрестоматийные ошибки, которые вот, я не знаю, если ты изучаешь этот язык, ты по-любому знаешь, а если ты просто прочитал пару блокпостов и что-то состряпал, то ты, конечно, о них не знаешь. И я также смотрю и ищу те самые горящие глаза, как бы это банально не звучало, потому что я знаю, что джуниор-девелопер на своем пути столкнется с колоссальным количеством препятствий, и, скорее всего, если команда практикует код-ревью, то все его первые пул-реквесты и первые, я не знаю, 50 пул-реквестов будут просто разнесены в пух и прах, и их придется переделывать, и не один раз. Я стараюсь увидеть, готов ли человек к этому морально, психологически, и как он вообще настроен на достижение результата. Когда вы идете на джуниора, все понимают, что вы мало чего можете делать самостоятельно, скорее всего, вам нужен будет напарник, какой-то старший программист, который будет вашим напарником в этой компании, будет отвечать на ваши глупые вопросы. Но у вас должна быть та самая любознательность, заинтересованность и желание вырасти на следующий уровень, потому что есть джуниоры, которые думают, что они уже синьеры, потому что они ведь уже 3 года пишут на JavaScript свои педпроджекты, и у них на GitHub 20 звездочек есть. Это уже знак синьера, по их мнению. Это не так. Очень сумбурное видео, потому что, ну не знаю, здесь нет рецепта. Джуниор должен знать элементарный набор. Язык программирования, среды разработки, сфера, в которой он собирается программировать, какие-то элементарные методологии, как программное обеспечение разрабатывается. Сейчас, наверное, это еще системы контроля версии, конечно, неплохо бы иметь представление. Тестирование, какие-то базовые моменты. И умение все это собрать в какой-то маленький проект, который, возможно, вы покажете на вашем собеседовании, скажете, а вот я вот, этот вот мой проект. Я сделал носимую технологию на Адруина, и если я здесь нажимаю кнопочку, и когда потом пойдет дождь, у меня светодиоды замигают синеньким. Я не знаю, что угодно. Но что-то, что можно показать, как законченный проект. Если у вас есть или остались вопросы, в чем я не сомневаюсь, пишите комментарии, будем разбираться. Возможно, кто-то придет в комментарии и ответит лучше, чем я это сделал. Ну а сейчас спасибо, что смотрите. Пока-пока.